Дорогие братья и сестры, продолжаем наше обсуждение, посвященное вопросу медиалогии. На предыдущих занятиях мы обсуждали отрицаемые атрибуты Бога, и в частности на прошлом занятии мы говорили о том, что Бог не ограничен временем или пространством. Мы говорили о том, что время – это измерение движения. А так как Бог не обладает движением, и вообразить себе движение в отношении Бога просто-напросто невозможно, то и временем Бог не обладает, Он вне времени, Он над временем. И так же пространство. Мы говорили ранее о том, что Бог не телесен, Бог не объемен, Он не является объемом, а как следствие не нуждается в пространстве, потому что то, что нуждается в пространстве, непременно является телом, является объемом. Итак, на сегодняшнем занятии мы продолжим обсуждать отрицаемые атрибуты и оттолкнемся от предыдущих наших обсуждений и скажем следующее. Бог не находится в движении. Мы этот вопрос ранее обсуждали, когда обсуждали время, потому что время является результатом движения, следствием движения. Нет движения, нет времени. Конечно же, необходимо понимать, необходимо учитывать, что движение в широком смысле этого слова. Не стоит воспринимать движение как ходьбу, бег или же другие перемещения. Даже когда вы спите и совершенно неподвижны, вы находитесь в движении, потому что происходят определенные процессы, которые вам могут быть незаметны. Вы можете не уследить за этими процессами, но они происходят, то есть вы меняетесь, происходит движение определенное. Бог, мы ранее говорили о том, что в отношении Бога движение просто-напросто невозможно, потому что то, что является необходимым, безгранично совершенным, в отношении него теряет всякий смысл движение. Движение, возможно, когда что-то ограничено, нуждается в чем-либо, и движение происходит от несовершенства к совершенству. Или же наоборот, что-либо деградирует. То есть происходит движение от совершенства к несовершенству. Или же наоборот, нечто третье, когда происходит движение от равного к равному. Мы на прошлом занятии как раз говорили о том, что ни одно из этих видов движения в отношении Бога просто-напросто невозможно. Поэтому еще одним отрицаемым атрибутом является движение. Мы отрицаем движение, любое движение, любое развитие, любой прогресс или любой регресс в отношении Бога. Бог является необходимым бытием, необходимым сущим. И все, чем Он обладает, все, что Ему присущее, присущее Ему необходимо. Не только бытие Ему присущее необходимо, но и знание Ему присущее необходимо. И причем безграничное знание, безграничное могущество присущее Ему необходимо. Все это, все атрибуты, все без исключения, все самостные атрибуты, которые имеют отношение к Его самости, к Его сути, к Его сущности. Все эти атрибуты являются необходимыми, так же, как и его бытие, его единство необходимо. Все это необходимо, а то, что необходимо, потеряно быть не может, лишено быть не может. Поэтому ни один из видов движения в отношении Бога просто-напросто невообразимо. Это еще один отрицаемый атрибут Бога. Следующий отрицаемый атрибут Бога — это направление. Как я говорил ранее, все эти атрибуты, которые мы обсуждаем, в той или иной мере имеют актуальность. Относительно этих атрибутов имеются определенные разногласия, имеются заблуждения относительно этих атрибутов. Именно поэтому мы вынуждены относительно тех или иных атрибутов особо останавливаться и уделять внимание. Несмотря на то, что многие из этих атрибутов могут быть очевидными для вас, для наших дорогих братьев и сестер, которые следят за этими уроками. Например, направление. То есть Бог не находится в каком-либо определенном направлении. Казалось бы, очевидный вопрос. Почему? Потому что мы ранее разбирали, что Бог не является телесным, он не является объемным и, как следствие, не находится в пространстве, не ограничен пространством. А раз так, не может находиться в каком-либо определенном направлении. Так почему же мы вынуждены отдельно разбирать этот атрибут? Дело в том, что имеются мусульманские течения, мусульманские группы, определенные мыслители, так называемые ученые, которые утверждают об обратном, утверждают о том, что Бог находится в каком-либо определенном направлении. Они говорят, что Бог не справа, не слева, не спереди, не сзади, а именно наверху. Хотя в священном Коране сказано, что куда бы вы ни повернулись, там лик Бога. То есть не только разум понимает, что Бог не может находиться в каком-либо определенном направлении, потому что не находится и не ограничен каким-либо пространством, потому что не является телесным, не является объемным, но и откровение утверждает об этом. Сам священный Коран утверждает о том, что куда бы вы ни повернулись, там лик Аллаха, там лик Бога. Но те же самые хамбалиты и их потомки в лице салафитов и ваххабитов утверждают об обратном. Мы ранее говорили о том, что они приписывают Богу телесность, они считают, что Бог есть нечто телесное. Они приписывают Богу руки, ноги, голень, стопу и другие органы, другие части тела. И даже более того, некоторые из них говорят, что Бог обладает всеми, без исключения, органами и частями тела, которыми обладает человек, кроме двух. Это половые органы и борода. Кроме этих двух органов, некоторых хамбалитов, в частности, абу-я'ля аль-хамбали, все остальные органы этими людьми принимаются в отношении Бога. Они приписывают Богу телесность, они даже более того считают, что Бог живет в каком-то доме, куда можно постучаться и с разрешения Бога войти к нему, стать его гостем. То есть хамбализм, салафизм, ваххабизм откровенно, недвусмысленно проповедуют телесность Бога. Это, конечно же, проклятие учения, это искажение божественного откровения, это искажение божественной религии, потому что эти люди представляются мусульманами, они утверждают о том, что исповедуют ту религию, которую принес его светлость пророк Мухаммад, и искажая таким образом Бога, ограничивая Его, уподобляя Его творениям, они полностью меняют человеческое общество, они полностью меняют свое восприятие, свое осознание реальной действительности, и как следствие меняется их практическая сторона, их жизни, а не воспринимая Бога такого же, как Его творения, и уподобляя Бога творениям, соответственно, ведут с Богом себя так же, как и со своими творениями, то есть как с чем-то ограниченным, как со своим соседом или с другом, но просто более могущественным, чем сосед или его друг, намного более могущественным, но при этом подобным ему. Ну и как следствие меняется поведение, меняется практика, меняется отношение, практическое отношение к жизни, меняется отношение к другим, меняется отношение к своей собственной обязанности, меняется ответственность, совсем другого рода становится религиозная ответственность. Она, практически эта религиозная ответственность, теряет всякий смысл. Человек становится более халатным к своей собственной жизни, к своим собственным действиям, к своим собственным поступкам. Поэтому это учение, вне всякого сомнения, является проклятием, является проклятым учением, искажением истинной религии. Поэтому необходимо это учитывать и это иметь в виду. Итак, эта группа лиц, эта группа людей, даже если хотите, группа мусульман, утверждая, что Бог телесен, идут еще дальше и говорят, что Бог находится в каком-либо определенном направлении. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке и совершенно очевидно, что какое-либо направление в отношении Бога, то есть одно из шести направлений в отношении Бога потеряло всякий смысл. Обратите внимание, одно из шести направлений, то есть они говорят, что Бог находится наверху, не находится спереди. Его нет спереди, его нет справа, нет слева, нет сзади, нет внизу. Он только наверху. В 21 веке это утверждение, конечно же, теряет всякий смысл и становится смехотворным. Почему? Потому что мы знаем, что нет такого направления на земле, как наверху, потому что земля овальная, если хотите, круглая. И постоянно крутится, постоянно вращается, не только вокруг Солнца, но и вокруг своей собственной оси, что важнее в данном вопросе. Вращается вокруг собственной оси земля. И поэтому где это верх? Что это за верх? Но эти люди настолько недалеки, эти люди настолько безграмотны, бездумны и настолько лишены ума и размышления, что несмотря на эти научные данные, на эти достижения современного человечества, они все равно же настаивают на том, что Бог находится наверху, находится в каком-либо определенном направлении и не находится в каких-либо других направлениях. И при этом они умудряются доказывать эти свои убеждения какими-либо логическими доводами и доказательствами. Например, один из этих лидеров, Ибн Таймия, доказывая, что Бог находится наверху, апеллировал тому, что быть наверху более достойно, чем быть во всех остальных направлениях. Быть в одном из пяти других направлений. Пять других, то есть это спереди, справа, слева, сзади и внизу. То есть Ибн Таймия полагал, что это на самом деле является доводом и доказательством того, что Бог находится только и только наверху. То есть он апеллировал достоинству, что быть наверху более достойно, чем быть спереди, справа, слева, внизу или сзади. Конечно же, это смехотворные и довольно-таки забавные размышления, которые не присущи ученому, человеку мыслящему. И подобные рассуждения и измышления можно услышать только от таких людей, как Ибн Таймия и его последователей в лице ваххабитов или, если хотите, салафитов. Таким образом, дорогие друзья, направления у Бога нет, потому что он безграничен. Он не ограничен. Он не ограничен телом, он не ограничен объемом, он не ограничен пространством, не ограничен временем, ничем не ограничен. И поэтому говорить о том, что Бог находится наверху, это ложное утверждение, это ложь, это клевета на Бога. Бог не ограничен. И более того, об этом также говорит и Откровение. «Куда бы вы не повернулись, там лик Аллаха, там лик Бога». Но при этом необходимо понимать, что Бог не находится в каком-либо определенном месте, Он не ограничим пространством, Он не является телом. Когда мы говорим, что Бог не находится наверху, и говорим, что Бог везде, мы не имеем в виду, что Бог находится в каком-либо определенном пространстве. И даже более того, мы не говорим, что Бог — это такая огромная масса, безграничный объем, который охватывает собой все пространство. Ни в коем случае он не является объемом. Он не охватывает, он не находится в пространстве. Как говорил его светлый Салейбин Аббатальб, алейсалату ассалам, он находится в вещах, но не смешан с ними. Он вне вещей, но при этом не отделен, не огражден от них. Он бытием своим, существованием своим находится не телом, а бытием, существованием находится везде. Его бытие везде, он везде существует, его бытие и существование не ограничено, не имеет начала и конца. Поэтому Бог не находится в каком-либо определенном направлении. Он везде, но при этом он нигде. Бог нигде, и при этом он везде. Нигде, потому что он не является объемом, а везде, потому что его бытие не ограничено. Вы не можете сказать, что там, где существует, например, Али или Абдулла, там не существует Бога. Нет, Бог существует везде. Даже там, где существует Али, там, где есть бытие Али или Абдуллы. Итак, это был очень один отрицаемый атрибут Бога, направление в отношении Бога неприемлемо. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум, ва рахматуллах и ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok